Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, сейчас я еду к одному своему товарищу. Это почти что пригород Берлина на самом юге. Так что ехать мне приблизительно где-то полчасика. У него, кстати, есть пара интересных мотоциклов, которые он мне сегодня покажет. Это два Триумфа. В общем, сейчас приеду, посмотрим. Может быть, он что-то о них расскажет. Человек, правда, не говорит по-русски, будет говорить по-немецки. Но я постараюсь вам перевести, чтобы было интересно. Так что заодно посмотрите, как местные живут. А, погода у нас замечательная. Все цветет, деревья почти зеленые. Вообще здесь райончик классный, мне нравится. Спокойненько так, умиротворенно. Так, мне скоро поворачивать 600 метров направо. Использую навигатор на часах, очень удобная штука. То есть, когда надо поворачивать, он не вибрирует. Ты раз посмотришь на него, там, ага, следующий поворот там направо или налево. Очень удобно, да. Так. Так, 450 метров. Следующий, что ли. Ладно. Перестроимся на всякий случай. Так, так, так. Не, 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 это значит следующий. Так, сейчас будем заправку проезжать. Бензин. Так, 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 так. Ну, опять же, ценники везде разные. Дизель у нас 104 цента. Ну, это получается 1 евро 5 центов. Так, Е10 супер 112 центов. Ну, в принципе, нормально. Тут парк какой-то интересный. Так, сколько мне? 700 метров, но потом направо. Красиво здесь. О, а здесь что за? Тец какой-то, что ли? Так, через 300 метров направо. Блин, классный райончик, уютненький такой. Я бы здесь с удовольствием жил. Надо будет взять на заметку на будущее этот райончик. Так, 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 вот здесь направо. Правильно. Ляпота. О, сирень, обалдеть. И у нас потихоньку, слава богу, жизнь налаживается. Уже мелкие магазинчики открылись потихонечку. Так, что в конце месяца будут опять что-то решать, смотреть, как, что открывать, что закрывать. Если ситуация ухудшится, то опять все закроют нахер. Если улучшится, то наоборот, еще больше послабления дадут в плане карантина. Так, что все будет заебца, пацаны. Так, 400 метров налево. Это значит, скоро. С-50 по Строфон-Штрассу. Так, 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 так. Не прозевать бы поворот. Я здесь ни разу еще не ездил. Для меня этот райончик абсолютно новый. Но если я не ошибаюсь, здесь... О, свежим асфальтом запахло. Где-то дорогу делают, что ли? Классно. Люблю запах свежего асфальта. Ох, блин, вот страшно. Опасно ездить на скутере вот 50. То есть больше 50, как бы, здесь нельзя ездить. Но он и не разгонится. Он у меня сейчас залочен. У меня сейчас все легально, официально, как надо. Поэтому, блядь, водители постоянно тебя норовят обогнать, подрезать. Как будто ты вот не существуешь на дороге. Прямо злит. То есть опасно вообще конкретно. Поэтому в идеале его бы разлочить. Ну, блин, тебе с правами неохота рисковать. Так. Какие-то бетонные дома, смотрите. Друзья, не удержался, остановился. Я тут возле рапсового поля. Обалденно красиво. Все желтенькое, все цветет. Вообще красота. Я сейчас почти уже, наверное, из города даже выехал. Еще непонятно. Ну, судя по ландшафту, я уже где-то близко к окраине города. Поэтому тут такие поля. Блядь, я уже сто лет не был в таких ландшафтах. Все время в городе, в городе. Никуда не выезжаешь. Поэтому, блядь, когда будет мотоцикл у меня, ох, покатаюсь немножко. Попутешествую хочу. Блин, прям вот мечтаю. Ладно, поедем дальше. Надеюсь, нас еще побалуют. Красивые пейзажи. Народ тут специально останавливается. Вон, видите, стоянка. Видимо, поглазеть на эту красоту. Слева просто зеленое поле. Ну, тоже красивое такое. Как английский газон. Такой бескрайний. А справа, справа, посмотрите, рапс. Обалдеть. Красота. Так. Блин. Блин. Сука. Так, у меня навигатор немножко сбился на часах. Надо будет тормознуть. Подправить его, чтобы показывало. То он мне сейчас просто часы показывает. Нехорошо. Так. А вон там есть съезд. Сейчас там и съедем. Еще раз покажу вам рапсовое поле. Так. Красота. Ах, да пота. Все. Показывает нормально. Так. Через 300 метров направо вовремя я его подправил. Охота и по сторонам смотреть, и на дорогу смотреть надо. Жуть как неудобно. Еще и видос записывайте, ну, говорить о том, это надо уметь, елки-палки, честно. А то вот, это вот болтовня, она немножко отвлекает от езды. Едешь тупо на рефлексах. Так, вроде нормально, вроде правильно свернули. Полтора километра налево. Сейчас мы это опять обгоним. Мы сейчас, в принципе, едем, ребята, в деревню. То есть, по сути, в настоящую немецкую деревню. И у меня уже такое чувство, что мы реально выехали уже где-то за Берлин. Ну, может быть, мы еще находимся формально в Берлине, но уже как бы не в самом городе. Потому что, судя по ландшафтам... Да, я когда-то жил тоже в немецкой деревне. Давно я не был в таких дырах. Ну, там, где я жил, там была вообще дырища полная. Там до ближайшего магазина 5 километров надо было ебашить. Или пешком, или на машине, или на электричке. А до электрички дойти тоже 2 километра надо было. Пешком или на велосипеде. То есть, ну, когда как. Поэтому было очень неудобно. Вообще, в деревне в Германии без машины делать нечего. Это однозначно. В городе еще прожить без машины можно, а в деревне ни в коем случае. Так, 300 метров налево. Это, знаете, следующий перекресток. Стоп, блин. А мне нельзя по этой дороге, ебать. Вот это засада. Жесть. Мне по автобанам нельзя на этом скутере ездить. И по, ну, тоже типа автобана в дороге. Как они по-русски называются, не знаю. Так, надо, бля, сейчас обязательно тормознуть и посмотреть альтернативный маршрут. Жесть. О, какая-то маленькая бухточка. Сука. Сука. Так, прямо. Потом по L40. Мы сейчас поедем прямо, 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 прямо. Так, груз, перн, а там налево. Ну, ничего, нормально, приедем. Ах, так вот бывает. Хорошо, вы ему заметил знак, блядь. Сейчас бы поехал по этой дороге. Но это, как она считается, тоже как скоростная. По ней транспорту типа моего ездить нельзя. Поймают, накажут, блин. Поэтому вот палево на таком ездить скутере по незнакомым местностям. Он, так, поприветствовал, что ли? Меня иногда приветствуют на этом скутере. Он внешне выглядит такой, как спортбайк с LED-подсветкой. Ну, выглядит так, серьезно. Иногда люди путаются. Прикольно. Ну, мне показалось, что он сейчас поприветствовал. Может, не приветствовал. Так, мне вот на эту деревню сейчас Гроссберн. Так. Куда ты едешь, придурок, блядь? Вот не в терпешность. Видели, да, как они сейчас разъехались? Чуть ли не в притирку. Засранцы. Мало того, еще и меня подрезают. Ну, этот молодец, меня хоть не подрезал. Обо мне подумал. Спасибо, чувак. Респект и уважуха. Так, вот мы в этой деревеньке уже, которая нам нужна. Осталось только улицу нужную найти, чтобы свернуть. Это была L40, по-моему, дорога. Еще раз посмотрю на этот навигатор. Так, ну все, он меня теперь ведет грамотно, как надо. 15 минут еще ехать. Нормально. Так, друзья, я уже почти приехал. Уже скоро буду тут поворачивать. Так, это считается, я сейчас нахожусь в деревне. Так, что выглядит немножко как маленький городок, но по сути это я бы городом не назвал. Так, 200 метров и налево. Какая улица? Карл Липпнефть. Ага. По-моему, вот здесь налево. Сейчас. 100 метров, да, точно. Ай. Так. Все, проверно. Здесь налево. Здесь бензин дороженый на 5 центов. Так, 800 метров потом налево. Какая улица? Айхендорфстрасс. Окей. Так. Такой, как спальный райончик, я бы сказал. Прикольно. Учитывая то, что, в принципе, это пригород Берлина. Тут, считай, рядом Берлин вообще. То есть вплотную. Это уже считается Бранденбург, другая федеральная земля. Ну, почти, что Берлин. Сейчас налево, говорит. Сколько нам тут? Девяносто метров направо. Пятьдесят. Так, сюда. Такие улочки интересные. Узенькая. А, мы уже почти приехали. Это 200 метров налево. Жесть. Прикольно так. Все улицы, все уже и уже становятся. Ничего так уютненькая деревенька. А, здесь, что ли? Я говорю, улицы все уже и уже становятся. Так, через 25 метров приехали. А, вот она. Вот она. Да, точно. Ладно, оставлю здесь свой мопед. Бля, чувак, пришлось в объезд ехать. Мой навигатор вел меня через скоростную дорогу, но мне на этом дерьме ехать там нельзя. Хорошо вовремя заметил, я уже хотел поворачивать. А там направо автобан, налево это скоростная. Эй, тебе что надо? Нет, нет, тут нельзя лизать. Она рада меня видеть. А, я не буду переводить, но я считаю глупо сейчас говорить и на русском, и на немецком. Можно я его оставлю здесь? Не своруют? Если хочешь, можешь затащить его. А, я надеюсь, его не спиздят. А, но перчаточки нужно вот так вот положить, чтобы не видно было. Слушай, мне разуться или можно так? А, как хочешь. Слушай, тебе, если там зарядник для камеры или что-нибудь надо, ты скажи, да не, у меня все с собой, и батарейки, и камеры есть. Слушай, ну, у вас уютненько, как будто вы уже здесь всю жизнь живете. Ну, мы живем здесь всего два месяца пока. Эй, чувак, тебе не надо здесь мне лизать. Да она не лижет тебя? Не-не, она пытается. Так, ладно, хватит.